Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Никита Образцов, и это первый выпуск программы под кодовым названием «Образцовые книги». У меня есть уже образцовое интервью. Если вы хотите предложить какое-нибудь другое, альтернативное название для этой рубрики, то, пожалуйста, пишите. Я думал над разными наименованиями в духе «Книжный клуб» или, не знаю, «Клуб по интересам» или как-нибудь так, но это звучит достаточно скучно и уныло. А раз уж природа и родители наградили меня фамилией образцов, то образцовые книги звучат, в принципе, неплохо. Нравится, не нравится, напишите, пожалуйста, в комментариях. Концепция такова, что раз в неделю или две, я пока что не решил, насколько часто буду выпускать эти ролики, я буду рассказывать о книгах, которые на меня повлияли, которые меня зацепили, заинтересовали, которые заставили о чем-то задуматься. Причем это могут быть как художественные книги, так и нонфикшн. И понятно, что все это так или иначе привязано к тематике социальных наук, потому что именно этому посвящен мой канал. И книга номер один, которую я выбрал для обзора, называется «Политика у шимпанзе». И, как ни странно, эта книга посвящена приматам, но она одновременно посвящена и социальным наукам. И вышла она даже в серии «Политическая теория. Высшая школа экономики». Это издание 2019 года, четвертое издание по счету. И это, кстати, говорит очень о многом, что книга выдержала такое количество изданий. Я поразился тому, насколько легко она читается. Эта книга вышла в начале 80-х годов и принесла своему автору, Францу де Валю, настоящую славу. На тот момент он уже был доктором философии, работал в нескольких нидерландских университетах, но именно после выхода этой книги «Политика у шимпанзе» он получил настоящий, что называется, хайп, и стал известный на весь мир персоной. Впоследствии, опубликовав еще несколько книг, он упрочил свой статус и даже стал одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала «Тайм». Представьте себе, человек-приматолог, изучает поведение разных там обезьянок и становится одним из влиятельных людей мира. О чем же эта книга и почему я рекомендую вам ее прочитать? Я не буду рассказывать все, потому что тогда в этом просто не будет никакого смысла. Это будет такой вот краткий обзор. Итак, в этой книге Франц де Валь исследует одну конкретную колонию шимпанзе. Эта колония была создана фактически искусственно. Некоторые шимпанзе прибывали туда маленькими группками из некоторых зоопарков. Другие особи прибывали по отдельности. И все это в итоге привело к тому, что сформировалась довольно большая колония, примерно из нескольких десятков особей. Эта колония имела место в зоопарке Арнема, собственно говоря, в Нидерландах. Особенность этого зоопарка заключается в том, что животные там обитают как бы в естественной среде. Ну или точнее в среде, приближенной к естественной. Там нет такого, что звери сидят по клеткам, зато очень много видов. Там немного видов, но животные содержатся в условиях, близких к естественным. Франц де Валь вместе с коллегами, вместе с аспирантами, студентами изучал эту колонию на протяжении нескольких лет. У каждого шимпанзе из этой колонии есть свой образ, свой характер. И здесь довольно много изображений, которые действительно сделаны качественно и позволяют проникнуться каждому шимпанзе в отдельности и понять, что он из себя приблизительно представляет. И в результате это написано фактически как такая история жизни. Знаете, такая сага о форсайтах в таком интересном формате. И когда читаешь, ты действительно проникаешься этими персонажами и начинаешь думать о них в тех же категориях, что думаешь и о людях, о человеческих сообществах. И по сути это главное настроение, главный нарратив книги. Потому что шимпанзе здесь описываются не как, знаете, такие механистические объекты, которые руководствуются инстинктом. Дело в том, что до сих пор в российском и постсоветском школьном обществознании, когда детям рассказывают про отличие человека от животного, несут полнейшую ахинею. О том, что у животных нет сознания. О том, что животные это такие, вот знаете, бессловесные твари, которые руководствуются просто инстинктом и не умеют действовать целенаправленно. В то время как люди, это вот такой венец творения, и уж люди-то умеют действовать ох как целенаправленно и продумывать свои шаги вперед. И Франц Деваль в своей революционной книге показывает всю ущербность, всю ничтожность такого подхода. Он показывает, что шимпанзе способны не просто вести активную социальную жизнь, не просто бороться за доминирование, бороться за различные сексуальные привилегии. Он показывает, что шимпанзе, по всей видимости, способны выстраивать длительные стратегии, направленные на то, чтобы упрочить свое положение в обществе. Это безумно интересно. И здесь это описывается на конкретном примере того, как три взрослых самца, Ерун, Леид и Ники, соперничают друг с другом за роль лидера, за роль вожака. Изначально вожаком был Ерун, но когда стало понятно, что он уже не вывозят в силу лет, впоследствии вожаком становится Леид, впоследствии Ники. Я не буду сейчас спойлерить, кто стал вожаком при каких обстоятельствах и кто в итоге погиб и что случилось с этими особями, если что, прочитайте сами. Но история в том, что, например, Ерун, тот самый старый альфа-самец, как только лишился своей власти, он научился выстраивать стратегию, направленную на то, чтобы договориться, например, с Ники и тем самым кошмарить Леид, который стал новым вожаком. Или когда вожаком стал Ники, он снова стал договариваться с Леидом. И эти стратегии выстраиваются действительно в долгосрочную такую последовательность действий. Вот это мне было здесь очень интересно. Потому что я сам преподаю общество знания, правда, в рамках олимпиадной подготовки, не в рамках школьной программы. Поэтому я своим детям, которых я готовлю к всероссийским олимпиадам, всегда это объясняю сразу же, что вот этот подход, такой механистический, такой упрощенный подход к пониманию животных, он неправильный. И руководствуюсь скорее подходом Франца де Валя. Итак, какие же черты социального поведения присущи шимпанзе в рамках вот этой концепции? Формализованные ранги. Это действительно очень важно и интересно. Потому что помимо роли лидера есть еще и другие роли. И, например, здесь подробно описывается мама. Это прямо ее имя. И, кстати, маме была посвящена другая книга Франца де Валя, которая называется «Последнее объятие мамы». Как раз-таки посвященная такой трогательной сцене прощания мамы, когда она уходила в мир иной с человеком. И мама местами была гораздо более влиятельной, чем даже главный самец. Поэтому вот формализованность рангов – это очень важно. Затем влияние. Самки могут влиять на расклад сил, на ранги, даже если они сами по себе не очень сильны и не очень мощны. Просто количеством они могут встать на сторону того или иного самца и привести его к лидерству. Это тоже очень важно. Здесь прямая связь со следующим пунктом – это выстраивание коалиций. Шимпанзе действительно выстраивают коалиции. Причем как для того, чтобы подружиться с кем-то и получить какие-то выгоды для себя, так и для того, чтобы как-то перехитрить своего оппонента и сделать ему хуже. Это тоже для меня было очень интересно и очень важно. Шимпанзе умеют очень хитро манипулировать и, повторюсь, выстраивать рациональные стратегии. И, пожалуй, этот вывод самый важный по итогам всей книги. Но, повторюсь, эту книгу можно читать просто как детектив. Она читается очень интересно. И, опять же, я ничего вам не проспойлерил. Вы можете получить это удовольствие самостоятельно, ознакомившись с жизнью шимпанзе из вот этой самой колонии. И последнее, что я хотел сказать относительно данной книги и что меня на самом деле очень зацепило, так это политизированность самой этой темы и политизированность автора и всего, что связано вообще в принципе с рассмотрением шимпанзе и с тем, что пишет Франц Деваль. Когда я дочитал эту книгу, мне в голову почему-то пришла мысль, что авторы должны очень сильно недолюбливать левый. Например, на сайте Горький Медиа вышла вот такая рецензия, в которой прямо написано. О том, что не так с этой книгой, читайте в материале. То есть нам прямо фактически в подзаголовке говорят о том, что с этой книгой что-то не так. Но это не с этой книгой, а с книгой разные, которая посвящена отношениям полов и взаимодействия между ними. И здесь автор, точнее, скорее авторка, рецензии пишет следующее. Взгляды его достаточно прогрессивны, тон убедителен, выражения понятны, а биологизаторство добро и удобно. Хотя, если внимательно читать Франца Деваля, то понятно, что биологизаторство – это такой штамп. И он говорит о роли культуры, и он ничуть ее не преуменьшает. То, что в его подходе может присутствовать вольное или невольное сопоставление жизни приматов и жизни людей, ну, извините, теория эволюции, люди все-таки это приматы. Да, не будем этого отрицать. Поэтому биологизаторство – это такой достаточно распространенный штамп, который не имеет под собой никаких реальных оснований, с моей точки зрения. И дальше автор рецензии пишет. Не хочется говорить банальности, но придется. Видимо, в силу сочетания статуса, возраста и рода деятельности, Деваль стал эдаким профессиональным экспертом, по крайней мере, в собственных глазах. Получив за десятилетия исследований много действительно важных и новых данных в одной области, ученый начинает публично выражать свое мнение о вопросах, в которых на самом деле не разбирается. Увы, эта болезнь поражает многих пожилых мыслителей. Ну, опять же, да, человеку уже нельзя выразить свое мнение. И вообще я довольно редко высказываюсь на какие-то околополитические темы, но это довольно характерный нарратив среди левых. Чтобы выразить мнение, вам нужно заучиться некой поддержкой какого-то коллективного, я не знаю, обкома партии или что. Потому что почему человеку нельзя выразить мнение в книге, написанной не как научное, а как научно-популярное? Он может выразить свое мнение. И точно так же вы можете выразить обратное мнение. Но почему-то для некоторых левых сам факт выражения чужого мнения, он уже неприемлем и неприятен. И конкретно вот эта рецензия, она просто достаточно характерна и показательна в этом контексте. В контексте того, что современные левые прогрессивные, в кавычках, ребята думают о Франце Девайле. Мы слышали с вами, что про его пожилой возраст тут было написано прямым текстом, как о каком-то вот, значит, какой-то особенности, которую стоит учитывать. Это достаточно интересно само по себе. Ну и если почитать на английском языке, там и Твиттер, то понятно, что его там разносят и активно не любят. Притом, что понятно, что к любой научно-популярной книге могут быть претензии. Но по итогу я крайне рекомендую вам творчество данного автора. Я рекомендую начать его изучение именно с политики у шимпанзе. Потому что эта книга уже стала классической, она транслирует главный тезис автора. И тезис этот заключается в том, что не все так просто. И он в каком-то смысле развенчал и сделал уже неактуальной ту предыдущую механистическую парадигму, которую, правда, до сих пор преподают в школах на постсоветском пространстве. Большое спасибо за внимание и за то, что вы посмотрели этот ролик. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться, делиться этим роликом, если он понравился вам и был вам интересен. И не забывайте приобретать и читать эту книгу, потому что она действительно очень классная.